Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, это видео будет об очень-очень легком макияже, примерно таком, который сейчас имеется на моем лице. И, возможно, еще многие даже подумают, что я не накрасилась и могла бы выглядеть несколько поярче. Но могу сказать, что с блогером могут злые шутки играть, освещение прежде всего. И как-то так, лицо действительно у меня засвечивается и выглядит, на мой взгляд, несколько бледнее, чем есть на самом деле. Я люблю такой макияж, прежде всего, потому что он очень легок в нанесении. Я человек, которому много раз подводил макияж как в повседневной жизни, так и на камеру. А когда ты, в общем-то, смотришь на себя в зеркало, мне кажется, что все нормально. А потом, при более тщательном рассмотрении, именно так, как тебя видят окружающие, получается, что твой макияж, твоя красота, нарисованная на лице, она тебя, в общем-то, и портит. Поэтому я люблю вот такой макияж. Я совершенно точно знаю, что многих из нас макияж в должной мере украшает, и его нужно использовать. Но так же, как многие женщины, я совершаю основную ошибку. Я не могу вовремя остановиться. Я не могу вовремя остановиться со своими бровями. В итоге они у меня либо несимметричные получаются, поэтому я начинаю более интенсивно их рисовать, чтобы сделать симметричнее, а потом понимаю, что, вообще-то, это меня портит, но стирать уже поздно. Ну, я думаю, многие понимают эту историю. Так вот, я сегодня расскажу об очень легком макияже. А это макияж бровей, это макияж ресниц, и это макияж губ. Но расскажу также о своих секретах. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это две бюджетные туши. Одна – L'Oreal. Не очень ее хвалят блогеры, но я узнала о ней от одного блогера, который на экран накрасила ресницы, и я увидела вау-эффект за такие деньги, за которые она продается, примерно 11 евро. Это, конечно же, очень-очень хороший аналог. Я думаю, Lancome, который в свое время, по крайней мере, те несколько туши, которые у меня были, меня совершенно не впечатлил. И я купила себе вот такую тушь. Я думаю, многие ее узнают. Это Maybelline Sensational. Ну, как-то так. Приложу фотографию, и ее, эту тушь, хвалят многие. Я купила ее еще по скидке. Она обошлась мне чуть меньше 8 евро. Могу сказать, что двоякое впечатление у меня об этой туши. Она дает очень натуральные ресницы. Она совершенно точно не дает слипшиеся ресницы. Вот эта тушь даст вам слегка слипшиеся ресницы, но не кусками. Ну, на самом деле, вот красивая для меня эта тушь. А это прямо-таки, ну, такой натуральный, натуральный эффект. И я люблю ресницы уводить в сторону. У меня такой макияж ресницы идет. Но если вы любите просто красить и загибать, это, как правило, техника подходит для коротких ресниц. У меня длинные ресницы. Если я их буду таким образом прокрашивать, они у меня упираются в стекла темных очков. То эта тушь однозначно вам подойдет. Потому что при помощи этой туши я также прокрасила ресницы снизу. Чего обычно я не делаю, потому что при всех тех других тушах, которые я предпочитаю, у меня получается очень тяжелый взгляд. Поэтому такое неоднозначное впечатление у меня в этой туши, которую очень хвалят. Но я думаю, за те деньги, за которые обычно ее предлагают, ее вполне-вполне можно попробовать. Первый лайфхак, о котором я сегодня хочу вам рассказать, меня очень выручает как раз-таки с бровями. Мой макияж на самом деле делают именно брови. Если я подкрашиваю брови, я выгляжу очень хорошо. Если я не подкрашиваю брови, но, допустим, крашу губы, либо крашу ресницы, я выгляжу не так хорошо, как с хорошо и удачно накрашенными бровями. И в последнее время я использую очень интересную технику. Вот такая кисточка, я думаю, есть у любой из нас. Если у вас ее нет, вы можете взять ее из туши, которую вы больше не используете, помойте кисточку. Она не будет той жесткости, которая нужна, но она время какое-то вам сможет прослужить. И я беру тени, которые мне не подошли, которыми я не пользуюсь, либо которые мне подошли, но просто я не пользуюсь. Безусловно, вот таким образом, набирая на жесткую кисточку тени, вы будете расходовать ваши тени слишком сильно. Но скажите мне, кто расходовал полностью тени за всю свою жизнь? У меня ни разу этого не получилось сделать. И в особенности я говорила, что есть такой у меня лично лайфхак в обиходе. Те тени, которые были куплены очень-очень давно, которыми я не пользуюсь, либо которые мне не подошли, я прекрасно использую для макияжа бровей. Так вот могу сказать, что при помощи вот такой техники, вот аккуратненько нанесли, получается соскоблили, потому что кисточка жесткая. И вот таким образом, как будто бы причесали ваши брови, вы получите очень и очень деликатный макияж. Вот именно такой у меня сейчас и имеется. Потом я еще фельпу надела, и у меня брови куда-то несимметрично легли. Ну, в общем-то, очень красиво. То есть вот на самом деле не до, то есть лучше не до накрасить, чем перекрасить. Это мой вариант очень часто. Я думаю, что кто смотрит мой канал регулярно, знает, что у меня бывают, бывают огрехи с макияжем. Очень быстро, очень просто. И плюс мы используем тени, которые, возможно, нам не нужны. Еще один лайфхак, которым хочу с вами поделиться настоятельно. Я его вам рекомендую, дорогие зрительницы. Это масло самое обычное. На данный момент у меня масло авокадо. Вы можете взять любое масло. Вот здесь совершенно не важно, каким будет ваше масло, обволакивающим, либо проникающим. Вы можете взять любое растительное масло, налить его в удобный дозатор. У меня вот такой дозатор, неродная бутылка. Здесь уже побывало масло оливковое, побывало масло растительное. Летом, возможно, здесь побывало кокосовое масло, потому что летом жарко, оно тает. Сейчас здесь масло авокадо, которое не пришлось мне по вкусу. И детям моим тоже полезное очень, но никто не хочет его есть. Залила сюда. Это лучшее, что я знаю, для снятия макияжа. Вы, наверное, знакомы с моей позицией того, что я не использую ничего для лица. Уж тем более я не использую никаких агрессивных умываний. Я вообще не использую умываний никакой, кроме как воду. И, безусловно, используя стойкую, прежде всего, тушь, я много раз рассказывала, как в маке мне продали водостойкую тушь. За мои же денежки, якобы, бесплатно меня накрасили. И эта тушь очень стойкая. Ее вообще никак не смыть. И к ней прилагался небольшой бутыльок специальной смывки. Потому что, ну, действительно, не справится иначе с этой тушью. И могу сказать, что масло любое растительное справится лучше с водостойкой тушью, с тинтом для бровей, который очень стойкий, цементируется на бровях. Безусловно, справится с, получается, с тональным кремом. Я использовала тональный крем для записи первых своих видео, пока не поняла, что лицо мое какое-то ужасно фарфоровое. Потом перестала это делать. Всегда для смывок я использовала вот это масло. Потому что вы можете даже сами эксперимент провести. Вы можете использовать самое обычное свое средство, которое обычно двухфазное. Потом еще требуется нанесение чего-то. И потом, возможно, умывание водой. А можете просто намочить, точнее, выдавить на ватный тампон небольшое количество масла, протереть лицо, отправиться в душ. А потом протереть лицо, допустим, тоником. И посмотреть, насколько чистый будет ватный диск. А он будет очень и очень чистый. Поэтому я искренне рекомендую вам использовать масло. Кстати, масло очень-очень хорошо чистит мне также кисти. Небольшое количество на ватный диск. И все кисти мои чистые, которые прежде всего цементируются, прежде всего от средства для бровей. Я думаю, что многие знают, какие средства цементируются на бровях. Тинт, по-моему, он называется. Ватная палочка. Часто мне случается не просто даже испачкать веко нижней либо верхней тушью. А бывает, что я чихаю в момент нанесения туши. И поскольку ресницы длинные, я сильно зажмуриваю глаза. И у меня прям-таки отпечатывается, отпечатывается. Я просто беру ватную палочку, тоже смачиваю, на ладонь выдавливаю. Вот таким образом небольшое количество. Прохожусь, и никогда тушь, отпечатавшаяся, не доставляет мне никаких проблем. То есть я не должна ждать, пока она высохнет, потом ее аккуратно удалять. Я думаю, все знают, как сложно удалять тушь, которая отпечаталась, которая свежая, с кисточки отпечаталась, либо с ресниц только что накрашены. Лайфхак за 2 секунды вам уберет все. По поводу выбора цвета помад. Тоже много раз говорила и показывала. И очень рекомендую эту технику. Она, на мой взгляд, 100% безошибочная. Покупаете помаду. Выбрать цвет помады очень сложно. Достаточно ошибиться вот чуть-чуть, чуть-чуть и все. Прикладываете вот так цветную часть помады. Если эффект фотошопа, карие глаза становятся голубыми, томные волосы, благотворительные, это значит эффект фотошопа. Только тогда вы примеряете помаду. Как ее стоит примерять, тоже показывала. Желательно прямо-таки, если нет условий продезинфицировать помаду, нехорошо шутить по поводу коронавируса, но сейчас вообще помады выбирать очень сложно. На подушечку пальца вот таким образом прикладываете. Да, не 100% попадание, не 100% примерка, но это лучше, это более гигиенично, чем любые другие способы примерить вашу губную помаду. Поэтому искренне вам рекомендую такой способ при выборе помады, потому что когда я начала таким образом выбирать помады, я и перестала ошибаться с выбором помады. Ну и по поводу красной помады. Я очень рада, что многие, просматривая в особенности мой старый контент, на самом деле я в неком замешательстве, потому что я знаю по комментариям, я это чувствую. Многие не смотрели мои прежние видео, с которых я начала. А многие, если я начинаю рассказывать то же самое, жалуются о том, что нет ничего нового, а я повторяюсь. Так вот, я много раз говорила, что тот цвет, который вам подходит в качестве красного лака для ваших рук, не увеличивает морщинки, не делает желтыми руки, синюшными, не выделяет вены. Ну, в общем-то, рука ваша выглядит хорошо и классно. Я думаю, что все мы знаем, что есть красный цвет, который там идет на ногтях, есть, который не идет. Это, кстати, очень часто зависит от того, будет холодный потом, либо теплый потом в лаке. Скоро выйдет видео о том, как выбирать цвет к лицу, и там тоже будет об этом речь. Но для того, чтобы выбрать действительно беспроигрышный вариант красной помады, вам необходимо сначала выбрать очень тщательно, и, возможно, даже потратиться на тот цвет лака, который вы поносите, неделю, а то и две, и поймете, что это ваш цвет. Потом, накрасив, вы сможете понять, что и к губам вам этот цвет будет очень хорошо. Что вы делаете потом? Вы потом идете там, где вы можете купить красную помаду, ищите полное совпадение, прикладываете, и только таким образом, только, точнее, после вот такой многократной примерки, вы примеряете свой красный цвет, потому что красный цвет, он создает вау-эффект на любом лице, но если он правильно подобран, и вот эти маленькие хитрости помогут вам правильно выбрать ваш цвет. Ну, и еще покажу одну интересную вещь. В свое время, я не знаю, многие, я думаю, выпускают, но в свое время Герлейн выпускал очень удачные линейки летних теней, которые всегда были вот в таком варианте. Но глаза я не крашу, я, в общем-то, окажу себе в моменте нанесения, конечно же, поярче и покрасивее, а потом, по факту, получается, у меня очень тяжелый взгляд, и какие-нибудь плюс 10 лет совершенно точно. Так вот, я поняла, что при помощи простого лайфхака, о котором я рассказала в самом начале, опуская кисточку внутрь, и могу сказать, что эти тени, конечно, они так неприятно пылят, кажется, что ты прям-таки расходуешь материал, но это такие тени. Но опуская туда кисточку аккуратно-аккуратно, прям-таки видно, что эта пыль полетела, стряхивая потом аккуратно-аккуратно, вы можете также доиспользовать ваши тени для бровей. Хотя, на самом деле, искренне никому не рекомендую такие тени, потому что, повторюсь, они очень осыпаются, их очень трудно наносить, и нужно быть действительно профи-профи, при том, что это люкс, да, как принято говорить в обзорах косметики. Могу сказать, что эти тени оставляют у меня, по крайней мере, очень-очень много вопросов, потому что они при нанесении просто-напросто осыпаются. Нужно быть большим мастером нанесения в нанесении макияжа. Ну что ж, дорогие зрители, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам легких макияжей, которые вы делаете очень-очень быстро, но самое главное, которые вас украшают в течение дня. И да, если вы, мой новый зритель, случайно, возможно, на это видео попали, я никогда не использую, никогда на протяжении 7, возможно, уже 8 лет, никакую основу, никакой основы для лица, ни B&B кремов, ни C&C кремов, ни корректоров я не использую, потому что считаю, что они меня не украшают, плюс влияют также на состояние моей кожи. Губы, кстати, накрашены просто карандашом, для поседневного макияжа, мне кажется, это очень хорошая техника. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скорцова, всем пока-пока.